Эти дамы тягали железо и заполучили ключи к счастью. Добро пожаловать на WatchMojo! Сегодня мы обсудим топ-10 накачавшихся аниме-девочек. В этой подборке мы собрали женских аниме-персонажей, которые проводят реально много времени в качалке. Похоже, что очаровательная личика идет в комплекте с Жимом Лёжа. Нанимая горничную, вам может подвернуться одна из служивших в японских вооруженных силах. У нее больше мышц, чем чувств, да и не привыкла она к зачистке дома без трупов. Но на самом деле Камой очень нравится шалить со своим молодым напарником. Больше, чем спускать своего внутреннего солдата. Это не отменяет того, что фигурка у нее что надо. В конце концов, никакое количество корсетов не может скрыть, насколько рельефный ее пресс. Добавьте сюда еще улыбку и очень много приседаний. Номер 9. Бисквит Крюгер. Hunter x Hunter. На первый взгляд, эта маленькая леди выглядит так, будто и мухи не обидят. Но не стоит забывать, что в этом аниме самые смертоносные бойцы вовсе не те, кем кажутся. Тем не менее, даже по этим стандартам Бисквит стоит выше остальных. Особенно, когда она переходит в свою истинную гигантскую форму, чтобы раздать лещей любому игроку с острова жадности, который пытался с ней шутить. Одни лишь эти плечи заставят любого муравья Химиру притормозить. Номер 8. Аяка Уэхара. Насколько тяжелые гантели ты сможешь поднять? Мы очень разбалованы в плане выбора аниме, особенно, когда дело доходит до милых девчонок, тягающих железо. А лучшая подруга Хибики занимает особое местечко в наших сердцах. Да вы видели ее пресс, когда она качается? Поскольку отец Уэхары был боксером, ее мир с юных лет вращался вокруг силы и физической формы. В итоге, это привело к тому, что она закалилась и стала жестче. К счастью, ненасытный аппетит Хибики никуда не делся. Номер 7. Сакура Огами. Школа отчаяния. Ее не просто так считают мастерицей боевых искусств. Даже если вы не знали про ее мастерское владение различными боевыми стилями, то ее многочисленные шрамы и мускулы, которые едва влезают в школьную форму, буквально сигналят о том, что с Сакурой лучше не связываться. Монакуме удавалось ее сдерживать во время ее недолгого пребывания в Академии Пика Надежды, но маловероятно, что плюшевый мишка-киборг сможет ей противостоять. Номер 6. Юкина. Кабанерии Железной Крепости. Хотите накачаться? Станьте инженером поездов во время зомби-апокалипсиса. Скорее всего, после нескольких происшествий на грани смерти вы будете такой же подкачанной, как Юкина. Она миленькая снаружи, но когда нужно управлять Железной Крепостью и опережать Орду Кабаны, эта проводница фанатеет от сжигания угля и переключения рычагов. Еще ей нужно доставить куда надо летучую человеческую крепость подальше от зараженных, и огромный плюс, что она настолько хорошо выглядит. Номер 5. Маки Озе. Пламенная бригада пожарных. Ее умение обращаться с огнем принесло ей прозвище ведьмы, но достаточно одного взгляда на этого ветерана восьмой бригады, чтобы понять, что она далеко не дрыщ и не собака сутулая. Маки может быть и очаровашка с золотым сердцем и очевидный претендент на звание лучшей девушки, но святые фейерверки, она точно знает, как выбивать дерьмо. Неизвестно, участвует ли она в безумном воркауте Оби, но ее тело впечатляет. Номер 4. Матрона. Семь смертных грехов. Каждый в Британии среди всех этих грехов, десяти заповедей, святых рыцарей и богинь обладает способностью разваливать ландшафт, как будто это пшик, и лишь некоторые выглядят словно действительно обладают физической силой, чтобы такое провернуть. И так сложилось, что один из них – вождь расы гигантов. Матрона не только может превращать свое тело в сталь и по желанию запускать камни. У нее достаточно мышц, чтобы запросто стать спарринг-партнером Эсконора. Номер 3. Микаге Шараку. Дюра Рара. Прежде чем сказать что-то про ее возлюбленного, харизматичного подонка Изаю, поверьте, что с этим инструктором боевых искусств вы не захотите столкнуться. Микаге – сила природы в городе с безголовым жнецом. Она способна раскидать целые банды просто кулаками, и в отличие от Шизуа, здесь нет никакой сверхсилы, лишь дисциплина, мужиковатость и реально авторитетный пресс. И не пяльтесь слишком долго, иначе она оторвет вам башку. Номер 2. Микаса Аккерман. Атака титанов. Эта будущая легенда Сурвей Корп ради своего возлюбленного Эрена превратила свое нежное тело в абсолютную боевую единицу. Она может не только сбивать титанов, но и убивать коррумпированных солдат в мгновение ока. Но чтобы дойти до этого, ей пришлось хорошенько поработать, чтобы ее физические возможности намного превышали навыки большинства других из ее поколения. Если бы не способности Титаншифтера, то Рейнер и остальные не продержались бы против Микасы и всей ее праведной силы ни секунды. И прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Есть качки, а есть Вальмет. Ее единственное призвание – защищать, служить и любить сумасшедшего Коко. И она точно одна из тех, на кого не стоит крошить батон. Вальмет – бывший офицер, которая вляпалась в грязную торговлю незаконным оружием, но в то же время она же – лучшее оружие во всем арсенале банды. Нам ничего не остается, как наслаждаться перестрелками этой одноглазой красавицы и держаться от нее подальше. Серьезно, она у Хайдокола огромных наемников просто своевременным ударом. Помните, мальчики, только Коко может трогать. А вы согласны с нашей подборкой? Зацените другие ролики на канале и не забывайте ставить лайки и подписываться на Ботч Моджо, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok